Всем привет, друзья! С вами канал Алиэкспро, игра АФК Арена. И в этом выпуске мы проведем обзор такого события, как шляпа волшебника. Что же там такие за призы интересные, в чем заключается событие. И тележка с подарками. Это вторая половинка этого события. То есть, что там покупать в этом специальном магазине. И бродячий цирк. Это все связано между собой. Ну, давайте начнем с самого начала. Итак, шляпа волшебника. Событие будет длиться 12 дней. Я имею ввиду 12 тех дней, когда мы можем получать награды. Всего же продлится 2 недели. Но в течение 12 дней мы сможем собирать вот такие вот карты. То есть, билетики, карты. Которые можем обменять у волшебника на различные призы. Один прокрут стоит 30, понятно, этих дела, карт. Давайте-ка. Х10. Крутанем. Вот. И из шляпы волшебника появляются призы. Да, довольно-таки неплохие призы. Учитывая то, что все это идет чисто бонусом. По большинству. То есть, эти билеты для волшебника мы получаем из... АФК... Ой, не АФК. Из ежедневных задач. Вот. И из бродячего цирка. То есть, это бездонатный формат. Всего в день можно получить 275 таких билетов. Также есть предложение к событию. Но здесь, понятное дело, донатная схема рулит. Все очень дорого и по-богатому, как говорят. Вот. Поэтому за 100 баксов можно приобрести 3000 этих самых билетов. В день же мы получаем, вот смотрите, 50, 35, 25, здесь 20 и 15. То есть, получаем часть здесь билетов и получаем часть этих самых билетов в бродячем цирке. Вот. В бродячем цирке два раза по 65, то есть 130 билетов. И 145 билетов у нас из ежедневных задач. Здесь какая схема? Просто-напросто бьем этих товарищей, да? Вот. Нападаем на них. Вот. Три попытки в день даются. Ставим модную пачку. Данная пачка, кстати, модная, но герои не прокачаны, поэтому урон у этой пачки не самый интересный. Ну, например, вот напали, да, там нанесли урон. Если урон высокий, то, понятное дело, попадаем в какой-то топ рейтинг, за который можем получить даже кристаллы для всей нашей гильдии. Так. Ждать уже не будем, понятное дело, тут в супер топ мы не попадем. Как я уже сказал, герои нужно, чтобы были прокачаны. Но таблица лидеров. Даже в лучшее вот топ 100 не попали, да, у нас здесь получился 30 с чем-то процент. Так, еще раз бродячий цирк. И есть вот такой вот сундук с сокровищами. Топ 79 игрок из нашей гильдии получил. И, соответственно, гильдия получит 10 тысяч кристаллов на всех. Ну, по чуть-чуть разделят и будет там по 200, по 300 кристаллов. Ну, тоже приятно. Вот, шляпи волшебник, как мы уже выяснили, за все события мы сможем собрать 3300 вот таких вот карт и сделать, соответственно, 11 полных круток. За 11 полных круток мы получим другую валюту. Вот, смотрите. Вот, цирковые медали. В данном случае 10, да. Вот, получили за 10 круточек. То есть всего получим этих медалей 110 штук. И сможем приобрести различные призы уже в тележке с подарками. Цены, кстати, были снижены. Вот, на многие товары. То есть это приятно, очень приятно. В данном случае мы сможем приобрести, например, 8 наборов вот таких вот сундучков. Ну, это круто, согласитесь. 160 красных эмблем получить сразу из события. Это такой вот оптимальный формат. Вот, если совсем не знаете, что покупать, то красные сундучки будут хороши. Еще будут хороши для новичков. Вот, карты с выборами фракционного корма. Тоже интересная тема. Вот, другие призы здесь. Ну, на мой взгляд, не особо интересный. Вот, формат вот Т4 камни купить. Ну, как бы такой себе. Всего 2 камня можно будет купить. Но я его не рассматриваю как основной. Еще ядра стихии будет хороший вариант. Осколки стихий. Также будет хороший вариант, если у вас есть герои, которые прям вот, ну, нуждаются в подкачке-прокачке. Но в моем случае, вот, лично я буду брать одного из героев. Вариант с выбором сундука для прокачки артефакта, ну, совсем такой себе не актуальный. Кроме тех случаев, когда нужно прям вот, ну, докачать на 5 звездочек какой-нибудь артефакт. Вот, по типу Ока Дары, да, нужно докачать прям срочно. Тогда, да, тогда можно купить. Вот, из представленных героев, кто здесь есть? Дополнительные фракции, на мой взгляд, представлены одним действительно мощным героем. Это Хазард. Именно его я и буду покупать на своих аккаунтах. Вот, на прокачку. Только одного, да, персонажа можно будет купить. Если аккаунт бездонатный, но ограничение для донатных игроков, соответственно, 4 покупки. Чтоб тоже слишком не выделялись. Остальные герои, ну, поскольку, то есть Мораэль, герой тоже интересный, но используется совсем уж в вандерфулл паках, которые собрать очень-очень тяжело. Вот, без доната. Другие герои, которые здесь представлены, основных фракций, я вообще даже не рассматриваю к возможной закупке. Исключение составляет, пожалуй, случай, когда прям вот, ну, не хватает одной-двух копий, да, именно две копии, как мы выяснили, уже сможем получить вот таких персонажей. За 80 и 30 еще медалек останется. То можно было бы, да, докупить. Например, ту же самую Скарлетт. Если прям совсем уж хочется собрать, быстро-быстро прокачать. Но остальные персонажи вообще не стоят внимания, на мой взгляд. Поэтому остановимся на таком выборе, как Хазард. Ядра осколки и красные сундуки. Это, пожалуй, будет основа, что здесь можно покупать. Я же буду брать все-таки один набор сундуков. И потом еще по чуть-чуть где-то чего-то там раскидаю. Может, вот таких вот форматов возьму. Вот посмотрю же, как там будет получаться. Да, и, наверное, всех эмблем по одному набору возьму. И Хазарда. Вот такая вот штука. Поэтому, друзья, каждый день заходите в это событие. Вот, выполняйте ежедневочки каждый день. И каждый день фармите бродячий цирк. Дабы собрать максимальное количество карт для шляпы волшебника. Ну что ж, друзья, на этом пока все. Понравилось видео? Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы? Пишите их в комментариях. И в наших соцсетях. Ссылочки на которые, как обычно, в прикрепленном комменте. И в описании к этому видео. Пока-пока, друзья. И до встречи в новых выпусках.